100 плюс 2 Всем привет, это программа 100% футбола, меня зовут Игорь Катманов И в гостях у нас сегодня бывший игрок московского Спартака Сатурна и Торпеда Эдуард Морро, Эдуард, здравствуйте Добрый день Коротко, досье на вас Защитник, центральный, по-моему, да? Если мне не изменяет память Центральный защитник Трехкратный чемпион России Футбольное образование получил с дюшор города Северодонецка Затем в Луганском спортинтернате Начинал карьеру в клубах первой лиги Украины Сначала в Северодонецком химике Затем в Луганской заре Также играл за такие команды, как Московский Спартак, Торпеда, Подмосковные химки Сатурн, Новороссийский Черноморец И Владивостокский луч энергии В 2012 году закончил Высшую школу тренеров Получил тренерскую лицензию категории B В 2016 году Основал Академию любительского футбола Эдуарда Мора, все правильно? Да, все верно А что это за Академия, можете рассказать? Да, с удовольствием расскажу, конечно В общем, занимался я Чтобы оставаться в футболе Любительским спортом Любительским футболом И в какой-то момент Очень большое предложение Есть очень много людей, которые хотят заниматься футболом Поэтому я считаю, что все-таки у нас футбольная страна То, что я вижу Очень большое количество людей Которые не безразличны Которые хотели бы заниматься Но им негде Негде и не с кем И поэтому для таких вот людей Я организовал Академию В которой мы В зависимости от уровня подготовки И физической, и, собственно говоря, футбольной Делаем группы И тренируем их Я тренирую сам Приглашаем спортсменов Известных футболистов Ветеранов в основном И всем ребятам очень интересно Плюс за деньги Да, тренируемся Набираем мы за деньги Но деньги совсем небольшие Потому что приходится арендовать поле Аренда поля Это самая большая часть затрат И, естественно, если бы Было бы без денег То я бы не смог бы Никого-то не рвать Это взрослые А дети есть в вашей академии? Или вы только вот занимаетесь взрослыми Которые хотят, условно говоря, играть в футбол Там повысить, может быть, свои футбольные навыки? Есть такая идея Сделать и детская Но пока до этого вообще руки не дошли Потому что еще даже нет года академии Сейчас занимаюсь только взрослыми Но у меня, собственно говоря, большой опыт И с детьми работаю Я занимаюсь там и в лагерях различных Когда приглашают, там, мастер-классы Это тоже все очень интересно Но пока еще это все в стадии проработки А вам это нравится, я так понимаю И с детьми, и со взрослыми То есть тренерская это ваше? Да, мне очень нравится Мне нравится тренировать Тебе получают большое удовольствие Плюс, конечно, очень приятно Что видишь, когда люди приходят Получают большое удовольствие Огромное удовольствие И дети, и взрослые Вот эти тут горящие глаза Когда они все слушают, впитывают После каждой уроки говорят спасибо обязательно Это, конечно, очень приятно Это очень приятно И, собственно говоря, я этим и живу В последнее время Мне кажется, что с любителями А тем более взрослыми людьми Довольно тяжело работать Потому что вы, как бывший профессиональный футболист Ну и сейчас уже профессиональный тренер Можете посмотреть и подумать Ну что за деревяшки? Я им показываю, объясняю Они ничего толком не могут, не помечу Ведь разные же категории приходят То есть кто платит, тот заказывает музыку, по сути, да? Ну нет, у нас нет такого У нас музыку не заказывает Никто, кроме меня Так Независимо от того, что платят Ну, я имею в виду по уровню подготовки Разные же люди По уровню подготовки, да, я сам решаю Кто где будет Да и ребятам самим приятнее быть там Где им интереснее Потому что если человек, например, слабо играет И я в более сильную группу отправлю Ему сам будет интересно А, у вас по уровню еще на группах Да, да, конечно, конечно Все распределено по группам Для того, чтобы было интересно И упражнения, собственно говоря, тоже Немножко разные В зависимости от того Какая группа, что человек умеет Потому что требовать Какие-то сложные вещи От начинающего Спортсмена Это было бы неправильно И неинтересно никому Ограничений по возрасту нет, да? Хоть в 50 Хоть в 40 можно прийти Ну, в 50 пока еще никого не было у меня А в 40 40 есть, да, есть люди Почему нет? 8495-276-093-2 или 1-93-2 Это телефоны прямого эфира Спорт-ФМ Напомню, что у нас в гостях сегодня Экс-защитник московского Спартака Сатурна и торпеда Эдуарда Мора Также Вайбер 925-4-2-93-2 Это же номер Ватсап Ну и, соответственно 55-33 в начале сообщения Слово «Спорт» Это наш СМС-портал Тут спрашивают Женщин-то берете в Академию? Или еще не было такой практики? Да нет, как раз была такая практика Соответственно говоря, она есть Опять же Если очень сильно просят Это я брал двух девушек Одна из них вот сейчас занимается В группу начального уровня Но я сразу спрашивал Предупреждал, что будут стыки Что может быть больно где-то И после этого я спрашивал у ребят Когда девушка занималась Интересно ли с ней Не портит ли она там Как они себя ощущают Ну, в группе начального уровня Ребята так сказали, что в принципе Им все нравится Девушка, которая более-менее неплохо играет в футбол И так где-то Какая-то изюминка даже в этом есть Спрашивают, где территориально находитесь? Наверное, это разбито по нескольким частям, я так понимаю Или где-то в одном месте находится Академия? Нет, ну я физически не смог бы В разных местах тренировать На данный момент Я тренирую Арендуя поле на Боробьевых горах Это бывший дом пионеров Тренировки начинаются в 20.00 И вторая группа там в 21.30 Она происходит То есть, чтобы после работы люди уже успевали прийти Или там студенты после учебы Вот Ну, единственное, я хочу просто, если можно, в двух словах сказать Что у нас довольно-таки жесткая дисциплина И если кто-то думает, что может заплатить деньги Прийти и делать все, что угодно Такого нет Смысл такой, что окунаешься в футбольную команду профессиональную Обязательно там разминка Беговые упражнения Полная дисциплина Если что-то говорит тренер Ни в коем случае никто не может смотреть в другую сторону Режим Режим Обязательно, да Никто не может там разговаривать, смотреть в другую сторону Наказания, конечно, у нас не финансовые Но кувырки и отжимания Если что-то не так Очень быстро приводят чувства И вот такая атмосфера на поле Серьезная А за полем у нас там все эти общие там Эти группы там Переписки там Ребята общаются А за полем она такая Довольно семейная атмосфера Уже так все друг друга знают И кто новички приходят Они, конечно, так Удивляются очень сильно Ну, я так понимаю В интернете можно найти, да Почитать Набить там Академию Эдуарда Мора И все уже выяснить Ну, есть сайт Он называется alfmor.ru То есть Академия Ливского Футбола Мора Вот Я, честно говоря, у меня опять же все руки не доходят Как-то его дальше заниматься Он есть Но там очень много видео Этих фотографий Основную информацию Куда, сколько Это можно узнать Да, да, да Где проход Куда позвонить Да, это все есть Очень много вопросов, естественно Про московский Спартак Я смотрю, вы пришли в Спортивной кофте Да, московского Спартака До сих пор неравнодушны К этой команде Или имеете какое-то отношение К Спартаку? Нет, ну я, конечно, неравнодушен Потому что Спартак Такой клуб, которому невозможно Быть равнодушным Я с детства мечтал о Спартаке Еще там, да Начиная на Украине Где все были такие Закийская Динамо Я когда увидел там В 80-е Первый раз в футбол Спартака Влюбился И ничего не мог с собой поделать Там даже ругался Трался по этому поводу Это всегда была моя мечта За Шахтер не болели? Ну, вот на втором месте Был Шахтер Но Шахтер другая игра Шахтер это Немножко, да Там все очень Гораздо более проще было В то время А Спартак это, конечно Это все Это красиво Это искусство Всегда нравится искусство Но почему я пришел В кофе Спартака Я могу сказать Даже по другой причине И о том, что я после эфира Поехали на тренировку Поэтому я уже домой Зайхать не успел Я приехал в спортивном костюме А так как я играю За ветераном Спартака И нам каждый год выдают Экипировку такую же Как и команде основной Естественно Спортивную одежду покупать уже глупо Поэтому вот если спортивная То, конечно У меня одежда Спартака вся То есть Спартак для вас до сих пор На первом месте? Ну, он всегда был на первом месте Конечно Это ваша первая команда Как вы попали С Луганской Зари Да, вы перешли в московский Спартак Да, я пришел из Зари Но у меня на тот момент Было очень много предложений Я уже ездил в Киевское Динамо На просмотр, в принципе, меня брали Но не отпустил меня клуб Тогда еще Химикс, Вердонецкий И потом уже Я уже был капитан команды 20 лет в Заре И, в принципе Практически все клубы Хотели меня в своих рядах Но Когда я услышал про Спартак То Приехал Меня посмотрели И, собственно говоря Я в команде остался Сейчас, конечно Молодые футболисты Тем более, что я уже был Как бы Более взрослый И Мог выбирать Но я вам скажу честно Что я подписал Чистый контракт на 5 лет Абсолютно не спрашиваю Ни про условия Ни про что Сейчас, конечно Такое уже Представить себе невозможно То есть практически вслепую Только из-за того, что это Спартак Абсолютно чистый контракт Просто было 5 лет и все Не жалеете? Нет, конечно Как можно жалеть? Самые памятные матчи Истории Связанные с московским Спартаком Можете сейчас Вот так на вскидку вспомнить? Да, не знаю Может быть, первая игра Мы играли против Алании Очень долго не могли выиграть Если не ошибаюсь Там лет 5-6 Это 98-й был? 99-й год 99-й? Очень долго команда не могла выиграть Такой-то был ажиотаж Там Роман Сузгазаевым В тот момент, как там у них В Москве играли? Нет Там, в Кавказе Да, именно там не могли выиграть То есть так Все это было напряженно И первая игра в сезоне Так, вот и моя первая игра Соперником Маре Станет спортсмен Нигерийского происхождения Из Германии Нуху Лаваль Поединок пройдет В рамках вечера бокса Главным боем которого Станет противостояние Кубинца Луиса Ортиса И американца Малика Скотта За титул Интерконтинентального чемпиона WBA Такие новости на данную минуту Игорь, пожалуйста Ну вот Александр Мостовой Например, заявил Что он не будет смотреть Матч Катара и России Ты будешь смотреть, Дим? Очень интересно будет Потом, если кто-нибудь позвонит И попросит его высказать Экспертное мнение И он расскажет Как это, впрочем, бывает очень часто Спасибо большое Это был Дмитрий Томниковский С новостями Спорт-ФМ Я напоминаю, что в гостях у нас Экс-игрок Московского Спартака Эдуард Мор Также у нас проходит На страничке ВКонтакте Опрос Будете ли вы Смотреть матч Катар-Россия? Да Всегда слежу за сборной Считают Так Ответили 38,3% Нет А мне такие матчи Не очень интересны Кстати Большинство 44,6% И буду слушать эфир Любимого Спорт-ФМ 17,1% Эдуард А вы будете смотреть матч Катарой России Вживую нет Потому что я буду на тренировке Только не говорите, что в записи будет В записи посмотрю Обязательно 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 Потому что сейчас Строится новая сборная И вы знаете, что интересно? Интересно Как приятны все футболисты Которых Для которых этот шанс Может быть первый И последний Да Потому что у нас сборная Без Березусских Ну и Гнашевич уже закончил Жирков не сыграет Да кто там еще Головин, Шатов, Смолов, Дзюба Можно вспомнить Большое количество игроков И вот это действительно Шанс для молодых Да, не только для молодых Для тех, кто вообще И не для молодых тоже Для тех, для кого-то Это будет шанс Понятно, что Большинство всех Кого вызвали в сборной Не будет у нас На чемпании мира Или если бы это были бы Какие-то Официальные матчи Их бы тоже не было Но очень интересно На фоне этого давления Внутреннего Не за результат А именно как каждый Футболист сыграет Как они себя покажут? На самом деле Очень интересно Это будет очень показательно Есть звонок у нас И не один Александр Здравствуйте Добрый вечер У вас ведущий Эдуард Добрый Эдуард, у меня к вам Два вопроса будут Первый Если я не ошибаюсь Вы же Какой-то период времени Провели За ФК Орел Правильно я говорю? Да, да, да Остались ли у вас Какие-то впечатления Воспоминания Ну я просто интересуюсь Как житель города Орла Мне это интересно Это первый вопрос Второй вопрос Ну вы же занимаетесь Вот Ну у вас курсы Когда вот Любитель Для любительских команд По футболу У меня знакомый Говорил, что он Занимался у вас Это Никифоров Константин Я не знаю Там вспомните Вы его Было такое? Нет? И что скажете О его футбольных Навыках? Спасибо большое До свидания Спасибо вам Люди Я вот Несколько игр Против лидеров Это вторая лига была? Или первая? Ну фенел нынешняя Если братья Орел Да А Волынь Тогда боролась За тройку За Еврокопки На Украине Почему я и поехал Ну про этого тренера Волынь все знают Здесь может только смеяться Которые там Да там Это конечно Это фантастика Когда я ему сказал Там Хотел пас под дальнюю ногу Он очень долго Смотрел на меня Что это такое Или там Пас на третьего Для него Это тоже Какое-то было откровение А кто? Что за тренер? Он там до сих пор Квартиан Такая фамилия Ну про него Очень много шуток Ходит В ютубе Он там При мне там Футболистов Бил Ходил Порыгал В общем Это вообще Совершенно Потрясающе И так получилось Что у меня пошли Естественно травмы И я приехал Мне нужно было Набирать форму Потому что Много пропустил И такое предложение Поступило от Орла Потому что Недалеко от Москвы Они играли Да в ФНЛ Плюс туда поехал Володя Бичах С кем мне хотелось бы Быть вместе Мы так довольно-таки С ним близко Общаемся И общались Вот И время было чудесно На самом деле Мы с ним подняли команду С 18 места на 6 Практически там Если я не ошибаюсь 12-14 игр провели Там всего 2 поражения То есть Ну в принципе нормально Если бы еще заплатили То что обещали То вообще было бы хорошо Вы еще и за Сатурну Очень много поиграли Даже больше Чем за Спартак Да Вот эти времена Как-то вспоминаете? Да Сатурн Того времени Который я был Это была Очень хорошая команда Очень хорошее время Здесь Вспоминать могу Только с большой любовью Потому что И как к нам относилось Руководство Какие условия сделали Болельщики Вообще все что было Как бы это все было Очень хорошо Мне очень жаль Что команды не стало И даже немножко жаль Что я слишком рано Из нее ушел Нужно было Немножко там Потерпеть остаться Я ушел Когда не было Лимитных легионеров Так немножко Я обиделся Из-за того Что я мало играю У нас было в команде 18 легионеров И когда их Перебретают волей-неволей Пытаются им Дать шанс играть Вот я не перетерпел Этот момент К сожалению И ушел из команды Мне кажется Кезыря Меня любили болельщики Любило руководство У меня все получалось Все было хорошо И потом команда не стала Конечно Я тщательно расстроился Лариса нам позвонила Здравствуйте Добрый вечер Эдварь И Эдуард Эдуард У Сташа У вас голос Простите Эдуард Да Извините Ради бога Вопрос ваш Вы знаете Ну Для меня Конечно Просто удар Сослудским Как вы считаете Это Навсегда Вот будет Тренер Овчинников И Как вы считаете Тренер Овчинников Ну как его Профессиональные Уже Тренерские Качества Потому что Футбольные Мы прекрасно знаем Будьте любезны Можно я отвечу Да Вы знаете Если Тренер Овчинников Работает в таком клубе Как ЦСКА Это может говорить Только о его Очень высоком Профессионализме Потому что Не по наслышке Я знаю Тренеров Слудского Конечно Меньше С Виктора Мнобка Думаю Такие близкие отношения Но я Будучи Когда учился В Ушата Проходил стажировку С ЦСКА Могу сказать Что там все построено Очень профессионально И никаких Там не знаю Там дружеских связей Чего-то еще И в помине быть не может Поэтому если Вовчинников работает В ЦСКА И уже на один год Не один год Это означает что Он высшей степени Курсициональный тренер По другому И быть не может Но он и главным работал Да Он и главным работал Не долго Но в ЦСКА он и главным работал Ну да В Кубани В Кубани работал Да Ну там какие-то причины Я не знаю В Кубани вы живите Там очень часто все меняется У нас впереди реклама и новости Реклама Осенне настали перемены Мы уронили наши цены В магазинах Авто 49 и БиБи С 16 октября По 30 ноября Широкий ассортимент Автотоваров По сниженным ценам Подробнее На Ауту 49 точка ру Утконос точка ру Онлайн гипермаркет Всем пришла Онлайн цена Гель для душа Ле Петти Марселье 16 рублей Молоко простоквашина 950 граммов 16 рублей 16 лет Онлайн гипермаркету Утконос точка ру ООНовый импульс 50 Москва Улица Клара Цеткин 23 Строение 1 ОГН 104 779 637 90 80 Телефон рекламной службы Спорт ФМ 620 46 64 Код Москвы 495 Чемпионат России По футболу 8-3 В футболе Такие счета Бывают не часто Однако в 92 году В России Сплошь и рядом Происходили такие вещи Которые сейчас Бывает сложно Себе и представить Вот например Футбольный клуб Асморал Организованный в Москве На деньги иракского Бизнесмена Аль Халиди Или Зенит Сравнительно недавно Еще чемпион Советского Союза А спустя десяток лет Нищая команда Состоящая из одних Вчерашних дублеров И вот в августе Календарь столкнул Эти два коллектива Между собой За Асморал Играл легендарный Но уже почти Сорокалетний Юрий Гаврилов А тренировал его Великий Бесков Москвичи прошлись По питерской молодежи Артиллерийским залпом Забив в каждом из таймов По четыре мяча Но интересно Тут другое Именно из того состава Зенита Вышли с полдюжины Крепких футболистов Которых невзгоды Раннего периода карьеры Только закалили А вот о большинстве Игроков того Асморала Помнят теперь Только справочники Курс молодого бойца На спорт.фм Обычный удар в боксе Требует определенной подготовки Из случайного положения Провести кросс Или хук Не получится А вот джеб Короткий удар Вытянутый рукой Можно провести Почти всегда Джеб помогает Держать соперника На расстоянии Он позволяет Точно определить дистанцию Для проведения Более мощного удара Джебом можно добирать очки Не рискуя потерять равновесие А если одновременно С его выполнением Сделать небольшой шаг вперед То можно довольно сильно Удивить невнимательного оппонента Умеренно и своевременно Занимающийся физическими упражнениями Человек Не нуждается ни в каком лечении Направленном на устранение болезни Персидский врач Авиценна Шипниковская улица До Большой Тульской Полчаса До Кубка конфедерации Осталось 228 дней Спорт ФМ Мы делаем спорт ближе А сейчас Сто процентов футбола Эдуард Мор В программе Сто процентов футбола Напомнит Бывший игрок Московского Спартака Хотя говорят Что бывших Спартаковцев Не бывает Да Я в этом уверен Абсолютно Прям абсолютно Абсолютно Потому что Все с кем мы играли Раньше И мое время И старше Каково я вижу С кем мы общаемся Играем постоянно Но они постоянно Все на связи Абсолютно все И я даже не знаю Как можно по другому Может быть сейчас Другое время Я не знаю Но раньше было только так 8495276093.2 Или 193.2 Это телефоны Прямого эфира Спорт ФМ Очень много вопросов Про нынешний Спартак Как вам игра Нынешнего Спартака Спартака при Карере Команда идет на первом месте Что очень сильно Всех радует Сейчас вот вы знаете Да Как я сказал Что если я иду Спортив в надежде То у меня только Спартак Потому что другой у меня нет И вот сейчас В последнее время И с гордостью Можно где-то пройтись В городе Люди Так улыбаются Когда смотрят Чего не было Последние годы К большому моему сожалению Конечно это приятно Конечно хочется Чтобы это все сохранилось И на долгие годы Причем Потому что Как ни крути Самый популярный клуб И когда он занимает Места Там не первое Не второе Не играет в Лиге чемпионов Это конечно прископно Я думаю Для всех Для всей России А сейчас Команда играет У команды Горят глаза Хотя На мой взгляд Самое простое Что может сделать тренер Это чтобы Загорелись глаза В нормальном клубе Гораз сложнее Поставить игру Подобрать футболиста И так далее А чтобы горели глаза В принципе Ну здесь На мой взгляд Не так уж многое нужно Но Вот сейчас Удается Удается Это нынешнему наставнику Дай бог Чтобы так дальше продолжить Или все-таки Это важно То что Карера Ну тактически Да Преобразил Спартак Да важно Важно преобразил Важно и то Что появилась конкуренция Опять же Довольно таки Большая в команде Если человек чувствует Что он незаменимый И у него нет Такого Менталитета Как например В мое время Там был у Титова Или у Тихонова Для которых Совершенно было не важно Что они лидеры Что они будут играть В любом упражнении На каждой тренировке Они должны были быть Первыми и лучшими Если мы что-то делаем Они должны стать первыми Там прибежать быстрее Там сделать лучше Такие люди нужны Обязательно клубу Которые Ничего будут всегда лучшими За ними все тянутся Вот И вот таких людей Как раз сейчас И не хватает Спартак Меньше всех Пропустил Да В чемпионате Если мне не изменяет память Вот как вам игра Спартака в обороне Да Почему до этого Были серьезные проблемы Они конечно и остаются Но уже не в такой степени Да Ну на мой взгляд Сейчас В большинстве матчей Спартак начал Немножко Выше Все-таки Прессинговать Пытаться забрать Мяч раньше То есть Меньше атак Соперник доводит До опасной зоны До штрафной Соответственно Появляется меньше моментов И поэтому команда Меньше пропускает На мой взгляд Именно в этом причине То есть Вот так все просто Нет Это не просто Это просто сказать А не просто сделать Потому что Что такое Выше встречать Это означает Что В случае Если Появляется Больше свободных зон У соперников То есть Здесь нужно Тактическая выучка Да Кто как перестраивается Кто кого страхует Здесь На самом деле Это очень сложный процесс Который Очень легко О котором говорить Но когда он получается Команда пропускает Несколько мало Сейчас Спартака Слава богу Это получается В сборной России Тоже же Да Есть серьезные проблемы Проблемы с центральными Защитниками На ваш взгляд Вот Кто Из нынешних Центральных защитников В российском чемпионате Вот Может Достойно заменить Того же Игнашевича Да Который Больше не Выступает за сборную России Или там В случае Повреждения Березуцкого Вот на данный момент Если вот сегодня игра Которую нужно выиграть Вот именно сегодня То никто их не заменит Это совершенно точно Если брать Завтра Послезавтра 2018 год Ну все вот надеются Опять что на Котепова Там не знаю Вот Васина вызвали Новосельцев Может быть заиграет молодых Но все еще может произойти Но если брать Именно сегодня Вы знаете Странно слушать Там или баннер вывесили Болельщики ЦСКА Спасибо Там вас на пенсию Но Лучше никого нет Чем эти игроки У нас сейчас Вот именно сейчас Но в 2018 году Кто будет играть? В 2018 году Уже конечно Вряд ли Они будут выступать Хотя может быть Березуцкий Водит Но еще у нас Есть время Еще нужно За это время Кого-нибудь Вырастить Но опять же Да Я же говорю Тоже там Котепов Сейчас прогрессирует В Спартаке Будет он дальше Прогрессировать Хорошо Не будет ли у него Трамп Опять же Это же все Очень зыбко А с чем связана Такая проблема? То есть это Не знаю Поколение на поколение Не приходится? Почему вот Дефицит? Ну да Как-то в каждом поколении Есть свой дефицит Где-то сильнее Защита То у нас нет Крайних То нет центральных То еще кого-то нет Ну так собственно говоря Всегда бывает И на мой взгляд Вообще в любой стране У нас сейчас Проблема такая С центральными защитниками С чем она связана Я не могу вам сказать Вопросы приходят нам Соответственно ЦСКА «Зенитлокомотив» Ростов-Краснодар У всех проблемы Перезагрузки Смена составов У тренеров Вот где секрета Спартака Согласны ли вы? Вот нас спрашивают Что другие сдали Условно говоря Поэтому Спартак прибавил Вы знаете На самом деле Очень хороший вопрос Действительно Какая-то перезагрузка Имеет место быть Но и Спартак Все равно прибавил Если бы Спартак Тоже бы сейчас Какая-нибудь была Что могла быть Смена тренера Перезагрузка То он бы тоже сбавил Но воспользоваться Таким моментом Где на самом деле Лидеры немножко сдали ЦСКА На мой взгляд Очень объективные причины Они только продают Никого не берут Я вообще удивляюсь Как Слуцкий И не кричит После каждой пресс-конференции Что у меня нет футболистов Мне не кем играть Что вы от меня хотите Я все жду Такой реакции Не жду, конечно Но Она была бы объяснима Как он сдерживается И все держит себе Это, конечно Героический подвиг В Зените Новый тренер Опять же Много травм У них на самом деле Реально идет перестройка У них меняется игра Поэтому здесь все Очень объективно Они, конечно, прибавят У них состав хороший Лучевский тейдер Очень опытный И очень сильный Поэтому Зенит наберет Я даже в чем-то боюсь Что они возьмут Вообще все очки весной Когда поработают Поэтому, конечно Спартаку нужно делать отрыв Но это в любом случае Не умаляет достойность Спартака Если брать Краснодар Очень сильная команда К какой-то степени Для меня было неожиданно Что ушел в отставку Кононов Что они так немножко провалились Ну, они же забуксовали Забуксовали, да, да И травмы у них были Опять же Но все равно у них Они есть Они есть у них, да Но глубина состава у них Очень большая И как работал Кононов И игра Как они играли Мне очень нравилось Ну, а Шалимов Я уверен, что не слабее Я думаю, что они тоже Очень сильно прибавят Поэтому нужно делать отрыв Пока не поздно Ну, да Да, да Отрыв до зимней паузы Вы имеете Да, да Весной они все будут сильнее играть У вас никогда не было мечты Возглавить какую-нибудь Профессиональную команду? Да, конечно Конечно Естественно Я надеюсь, что в будущем Это произойдет Другое дело Что если бы там Какое-то время назад Я был готов Практически там На любую работу Лишь бы в команде То сейчас все-таки Да Когда у меня там Своя академия Хочется Если оставить ее кому-то И ребятским Я уже там Одной семьей стал То ради чего-то Все-таки очень интересного Я понимаю, что там Это будет не главный тренер Сразу это невозможно Но в любом случае В каком-то интересном проекте Помогать кому-то из Практически я всех знаю Было бы в принципе интересно Конечно Михаил нам дозвонился Здравствуйте Михаил Алло, здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Приятного вам эфира Спасибо Хотел бы вот задать Таких два вопроса Вот скажите Как вы считаете Кто сейчас По вашему мнению Лидер В московском Спартаке В нашем любимом клубе И второй вопрос Я вот хотел бы узнать Куда делся Пуцко Мне так нравился Молодец парень Орвался всегда По-моему Спартаке два Спартаке два Значит он Да А что же он За основной состав Не выходит Ну что Не выходит Значит не проходит Вот и не выходит Значит не проходит Вот так вот Да Ясно Спасибо Пожалуйста Что случилось Со Слуцким Ничего не случилось Вы у Ларисы Спросите Что случилось Со Слуцким Она уже переживает За ЦСКА Со Слуцким Ничего абсолютно Не случилось Он сильный человек Я думаю Что если Да Травмированные Выздорове Тоже Еременко Вернется И они все-таки Возьмут себе В обойму футболистов То опять же Ну весной Это будет совсем Другой циска Про Еременко Тоже спрашивают Завтра Либо 14-го Будет Вынесен Вердикт По Еременко То есть будет Официальное сообщение Пока Никакой информации нет Ноль ее Но зато есть Другая информация Информация Дмитрия Томниковского Дмитрий привет Еще раз Добрый вечер Да Одна из Интереснейших На мой взгляд Новость на сегодня А может быть Кто-то не слышал И едет сейчас С работы Стало известно Название Официального Футбольного мяча Которым будут играть На Кубке Конфедерации В 2017 году Мяч будет называться Красава Вот как тебе Игорь Эдуард Красава И красава Вполне Вполне ничего Символ Забияка Мяч Красава Забивака Забивака Да Простите Уже столько шутили На эту тему Что невольно Заговариваешься А я тебе объясню Дим Почему такие слова Мне кажется Это слова Которые просто Ну Удобнее Как бы Иностранцам Запоминать То есть Они должны быть Максимально короткими Несложными Любитель поблагурить Да нет Я не скажу Что прям душа компании То что открыт И то что Да Как вот безотказно Это да Но то что он там Прям там Шутки шутил Постанно юморил Как бы такого не было Друг да Хороший конечно Там готовый на все Ну Так чтобы там Как вот Илья Цинбаларь Который да Душа компании Который все вот Уносить весь вечер Его слушаешь Смеешься Там Такого не было Одессит Одессит да Есть звонки еще у нас Артем здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Игорь Добрый вечер Эдуард Добрый Хорошего эфира вам Эдуард А вам успехов В вашей деятельности Дальнейшей Вот возвращаясь К этому вопросу Сняли с языка По поводу Цинбаларя И безродного Вы с ними поиграли Сейчас Очень хорошо От них отозвались А подскажите пожалуйста Вот когда вы с ними Тренировались Играли Ничто не говорило О том Что они действительно Вот так ранено Закончат И карьеру И жизнь К сожалению Я говорю С абсолютным уважением К ним обоим Просто Не факт же Что они всегда Режимили Частенько нарушали Вот не было тогда Даже разговоров О том что Ребята остановитесь Пожалейте себя Спасибо Хорошего эфира Понятно Спасибо вам за вопрос Спасибо за вопрос Я отвечу на него Вы знаете Если брать Артем Я с ним жил В одном номере Всегда в паре работал Будучи в Спартаке Он вообще был Очень режимный парень Я не знаю Что с ним произошло После Когда например Я ушел в Сатурн Он там дальше жить был Но я никогда не слышал Чтобы он там Чувствую потреблял Может быть После карьеры Из-за того Что у него там Он оказался не нужен И он с этим не справился Начал упивать Может быть Я не знаю В футбольные времена Даже близко такого не было То есть он наверное Не нашел себя После того Как перестал быть Большим футболистом Не нашел себя в жизни Я думаю да Я думаю да Если причина Например в том Что в алкоголе Да Как вот Некоторые говорят То это может быть Только после Окончания карьеры Во временах Когда я его знаю Об этом даже Речи не ушло Никакой Что касается Лидии Санбаря Тоже ничего не предвещало Я не назову Прямо ангелом Который Но опять же Я его не так близко знал В футбольные времена Все-таки Он там чуть постарше Я с Артемом Ближе общался Но ничего криминального Во всяком случае Я не видел И никто не видел Вячеслав Здравствуйте Здравствуйте Я болезнь клуба Динамо Интересно Ваше мнение По игре Сейчас в НЛ И ваше мнение Если бы этот состав Работал Уже в РФПЛ Что было бы Вообще с клубом Понятно Ну видите Да Ваш вопрос Подразумевает Что нужно смотреть Матчи Динамо А как вы понимаете Хочется посмотреть И Спартак Все игры Там и ЦСКА И Зенит И другие Российские Пусть еще есть Такие клубы Как Борсона Реал Там Бавария И английский Мое мнение Это не под РФПЛ Состав А под борьбу За выживание В РФПЛ Я читаю Да состав Я ни одной игры не видел Но я читаю Кто играет Да конечно В лучшем случае С таким составом Динамо боролось бы За выживание Нет однозначно В лучшем случае И большой вопрос Выжили бы они или нет Не обидно Что нету сейчас Таких Ну команд С именами Да В российской Премьер лиге Динамо Торпеда За которые вы поиграли Очень обидно Конечно Я думаю Что всем хочется Иметь сильные клубы С историей В любой стране В любой лиге Конечно обидно И все таки Я надеюсь Что Динамо Хотя сегодня новость была Что там Урежут им финансирование Чего-то еще Это означает Что не так скоро Они вернутся на свой уровень Торпеда Мы тоже потеряли Это очень обидно Конечно Чем больше клубов С историей Тем интереснее Я думаю Всем Иностранцы В московском Спартаке Тех времен Чем вам запомнились Да их же немного было Там по большому счету Я про это говорю Долго был только Робсон Но это был дыша компании Абсолютно никаких проблем Не было с ним Относился прекрасно Там на шутки отвечал Я вот Сейчас вы спросили Я вспомнил Вот популярный тогда Был фильм Брат И там есть такая фраза Я не помню дословно Смысл такой Что не брат и мне Там и чего-то там Черно чего-то Вот такое Да-да-да И я не понял дословно Но такой был Ну и так же Такой был Балагор у нас Вася Баранов И так На тренировке Там после Там дурачься Бьем по воротам И Вася любил Этот фильм еще И постоянно говорил Брат, брат И вот когда он К Робсону прощался Брат Робсон ему все время Отвечал Не брат ты мне Там и чего-то Ну как бы Симуром парень То есть совершенно Адекватно Приятно Я не знаю Вообще никаких проблем Не было То есть расизма В этой фразе Он не искал Наоборот шутил А он общался много Да С русскими футболистами Да Он постоянно общался Причем Я первые два года Жил в Сокольниках У нас с ним были Дома напротив Он частенько В выходной день Например там звонил Там что мне скучно Там можно там Зайти в гости Погулять Там себе приглашал Там заходил Там чуть с ребенком Мог там поиграться То есть совершенно спокойно Позвонил Можно я приду Приходить заходить Выгрался там Проводил время И уходил домой Совершенно спокойно А как он Быстро привыкал Там из-за кухни Или вот это как-то Для него все было тяжело Надо у него спросить И мне унижалось На кухню Понятно А бразильский Каким там блюдами Не угощал никогда Ничего не рассказывал Да Там что-то про фасоль Рассказывал Но я что-то фасоль Не очень люблю Поэтому Не очень заинтересовался Ясно В общем из легионеров Ам Робсон запомнился А вот эти все Мукунку Это уже наверное потом были Вы знаете Последний мой год Да приезжали они уже Они так быстро Все приезжали Уезжали Мелькали Мелькали Я никого так особо Там какой-то Александр Я не помню В общем их много было Но так себе Не знаю А в лиге чемпионов То еще играл бразилец Маркао По-моему Маркао Да Да Вот я про него тоже говорил Опять же он был недолго И как-то он Держался остранен В отличие от Робсона У меня такое ощущение Что сам Робсон Больше с нами Нежели с ним общался Он тоже ничем Особо не запомнился 8495276093.2 Или 193.2 Это телефоны Прямого эфира Спорт.ФМ Есть у вас возможность Пообщаться с Эдуардом Мором Потому что Совсем скоро уже Эдуард Покинет нашу студию Так что Какая команда В Европе Вам нравится Вот такой вопрос пришел Ну ответ здесь лежит На поверхности Потому что Почему на поверхности? Ну потому что Как сейчас Барселона Играет там последние все годы Невозможно за нее не болеть И это тот футбол В смысле наверное Которому Спартак Всегда стремился И где-то очень был близок Только в Барселоне Естественно Гораздо сильнее исполнители Стиль игры В одно касание Красиво Все опять же Подбор футболистов Где из атакующих Ребят делают защитников Для того чтобы они Контролировали мяч Чтобы никто не выпадал Это вот прям Как Спартак Только лучше И сильнее Поэтому За Барселону Конечно Я всегда болею Ну говорят что Техничный защитник Враг команды Вы согласны с этим? Нет Вы знаете Это в какой команде? Если конечно Да Есть Вот Вы знаете Филимонову Что Больше всего делали упрек В тульском арсенале Разговаривали там С Оленичем О том что он пытается Постоянно Когда мяч поймал Вести его защитнику По привычке То что он привык Играть с сильными футболистами Которым раз Они теряются Начинают привозить Ему выбьют И не надо им отдавать Они не умеют А он все равно делает Вот самая Большая была проблема Если конечно Вокруг тебя там Три которые Не понимают Не постараются Не играют И ты один Который пытается Это сделать То это конечно проблема Спасибо большое Эдуард Ждем еще в гости Потому что вот это время Час эфира пролетел Как незаметно Спасибо Приходите еще Спасибо большое Я тоже как-то Не заметил Все это время Реклама Все мне все надоело Я от тебя ухожу Ну и уходи Хо Да ты же без меня пропадешь Да кто тебя кормить будет Мне доминос будет готовить Они доставляют быстрее Чем ты готовишь У них доставка Всего 30 минут Пожалуйста Ваша пицца Ммм Так вкусно пахнет Я тогда завтра уеду Доминос Закажи две пиццы Получи еще одну в подарок Доминос.ру ООО Пицца Ресторанс Москва Улица Горбунова Дом 2 Стояние 3 Помещение 2 Комната 4 ОГН 112 774 718 8909 Слышали про Зилард? Да Это такой же личный комплекс Где многие хотели бы жить Да Но будут жить немногие Там столько мест для прогулок Что уходя из дома с щенком Вы можете обратно вернуться Со взрослой собакой Я посчитал Там 18 детских садов Ребята Берите квартиру И смело трудитесь На благо демографии Звоните 8495-228-2288 Проектная декларация На сайте Зилард.ру Застройщиков ЛСР Объект М Телефон рекламной службы Спорт ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Сказано на Спорт ФМ Профессиональный советский Российский хоккеист Центральный нападающий Чемпион мира Обладатель серебряной награды Олимпийских игр 1998 года Ныне тренер Герман Титов Про европейцев И североамериканцев Вот я помню В бытне Своим игроком НХЛ У нас в Питтсбурге Было 17 европейцев И было всего 5 Северной Америки игроков Вот вам и пример И команда Очень здорово играла Все равно Менталитет европейцев И даже тот же Шведов Чехов И русских Отличается от Менталитет северных Американцев Или канадцы Или американцы Хорошо было Хорошие времена были Про спортивное детство До 15 лет Я не знал Какой вид спорта Выбрать Потому что Очень мне хорошо Получалось в футбол играть Приглашали в сборную России Была сборная СССР И сборная России Играл за сборную России 14-15 лет Поэтому у меня Очень здорово получалось Полузащитником был Но раньше В те времена Да Раньше играли зимой Играли в хоккей Летом в футбол И так всегда было Сколько вот В те времена Там да Бобров да Были бы хорошие футболисты Были бы хорошие хоккеисты Да Поэтому Здесь я думаю Так и шло Как по накатанной Каждый выбирал что Ну в конце концов Наверное Родители настояли Чтобы я пошел в хоккей Им очень нравился хоккей Хоккей всегда все-таки Хотя и говорят Что футбол номер один Да в стране Я считаю Все-таки хоккей Больше титулов завоевали Сколько мы были На ведущих ролях Хоккей все-таки Никогда не скатится И будет Так же Мы будем на ведущих ролях В мире Да пока мы Чуть-чуть не дотягиваем до канадцев Где-то они нас обошли Но я думаю То что сейчас Руководство все Хоккеем занимается Да все Много хоккейных площадок Открывает Я думаю все равно Это должно сказаться И будет Прогрессировать наш хоккей И я думаю Мы опять будем На ведущих ролях Профессиональный Советский Российский хоккеист Центральный нападающий Чемпион мира Обладатель серебряной награды Олимпийских Миллиметров Ртутного столба Это программа 100% футбола Меня зовут Игорь Катманов Ждем мы естественно Сегодняшнего матча Россия против Катар Или Катар против России Как хотите Напоминаю Что на странице Спорт.фм Вконтакте Соответственно Проходит опрос Будете ли вы вообще Смотреть матч Катар Россия 46,7% То есть большинство Пишут Нет Мне такие матчи Не очень интересны Да Всегда слежу за сборной 39,1% Ну и 14,2% Что уже Кстати не так мало Между прочим При наличии Телетрансляции Будут Слушать Эфир Любимого Спорт.фм Ну естественно Слушайте И на Спорт.фм Этот матч Обязательно Вашему вниманию Матч против Таинственной Наверное Сборной Катар О которой Мы мало Что знаем Во всяком Случае Знаем Что там Тренер Уругваяц Также знаем Что Катар Прошел В решающую Стадию Отбора В Азии Но Соответственно К сожалению Для Катар На чемпионат Мира В России Эта сборная Не попадает А попадает Она естественно На домашний Чемпионат Мира 2022 года Если конечно же У Катара Этот Чемпионат Мира Не отберут Также Я напоминаю Что сегодня Ну точнее Получается В ночь С четверга На пятницу Пройдут Отборочные матчи В Южной Америке Безусловно Центральная игра В 2 часа 45 минут По московскому времени Об этом мы тоже Сегодня еще поговорим В нашей программе Это Бразилия против Аргентины Венесуэла Играет С Боливией В 2.30 В это же время Парагвай Встречается С перуанцами В 2 ночи По Москве Уругуай Играет С Эквадором Ну и Самая Ранняя игра Которую При желании Можно посмотреть Да Потому что Не в такое Убийственное время Все-таки В 23.30 По московскому Времени Начинают играть Колумбия И Чили Ну а я Приветствую В студии Появился Дмитрий Томниковский Дим Привет Привет Игорь Тебе еще раз Ну что ж Стал известен состав В сборной России На контрольный матч С командой Катара Который начнется Уже менее чем Через час Контрольный Я товарищеский Сказал Контрольный Конечно же Прошу прощения Ну и так В воротах Естественно Сыграет Игорь Акинфеев Который будет Капитаном Нашей команды В этом матче Пару центральных Защитников Составят Виктор Васин И Илья Кутепов Очень любопытно Да Справа в защите Выйдет Федор Кудряшов А слева Дмитрий Камбаров В центре поля Пара Спартаковских Полузащитников Денис Глушаков Роман Зобнин Справа Александр Самедов Слева Видимо Сыграет Александр Ерохин Ну и пара Нападающих Александр Кокорин И Дмитрий Полос Я правда не уверен Что мы будем играть В два нападающих Возможно Полос будет Единственным форвардом А в центре поля Будут пять человек Играть Ты как думаешь? Ну вполне возможно Да Вполне возможно Кокорин Кокорин может И на фланге сыграть В общем-то Да Так что Посмотрим Как будет выглядеть Состав сборной России Ну по-моему По именам Так вполне приемлемый Состав Ну и из того Что было Как говорится Собрали Потому что Сколько человек Шесть или семь Да Не поехало На этот матч Людей Которые В принципе Претендуют На место в основе Тем более Против сборной Но мне знаешь Чего хочется Мне хочется Чтобы поскорее Уже и болельщики Как-то Могли понять Все-таки Какую костяку Сборной России Да Как она вообще Будет выглядеть На Кубке конфедерации Ну ты помнишь Виталий Мутко Говорил Что в предстоящем Матче с Катаром И Румынией Уже должен был Вырисовываться Прообраз Той сборной Которая Будет играть На Кубке конфедерации И в последующем На чемпионате мира Но столько травм Сейчас Столько игроков Нет в составе Потому что И тот же Дзюба И тот же Шатов Ну и многие Многие другие Да Но он пока Не вырисовывается Этот состав Потому что Нет ни Смолова Ни Дзюба Ни Шатова Здесь ни Головина Ни Жиркова Ну Безуцкого И опять же Ни одного Натурализованного Нашего игрока Да Помнишь Сколько Сколько разговоров Было О том Что Зачем нам нужны Все эти натурализованные Бразильцы и немцы Тем не менее Ни на один еще матч Станислав Черчесов Не вызвал Ни одного Натурализованного игрока Ну вот сейчас Фернандеса вызвал Но из-за травмы Тот не смог Приехать в национальную команду О хоккее Пару слов Завершился еще один матч В регулярном чемпионате Сибирь на своем льду Проиграла торпеда Со счетом 1-4 Таким образом Новосибирский клуб Потерпел шестое поражение Подряд Ранее сегодня Спартак на выезде Одержал победу Над Новокузнецким Металургом 3-0 Отмечу, что вратарь Краснобелых Никита Беспалов Тразил все 33 броска По своим воротам И в первый раз В истории Спартака В КХЛ Провел два матча подряд Без пропущенных шайб Ну а в эти минуты Проходит центральная встреча Игрового дня В Магнитогорске Где Металург принимает Акбарс И казанцы Вышли вперед 2-1 Там продолжается Вторая 20-минутка Спасибо огромное, Дмитрий Это был Дмитрий Томняковский С новостями Спорт-ФМ 100% футбола Пишут нам, что в три центральных Я не думаю, что Черчес В три центральных защитника Сыграет Ну посмотрим В общем, дождемся тогда Начала матча Против команды Катара И любопытно будет Посмотреть на сборную России Потому что у Катара Конечно же Российская команда Даже в таком усеченном составе Просто обязана Выигрывать И без Березуцкого Естественно И без... Кого мы перечислили И без Дзагоева И без Молова И без Дзюба И так далее Ну а сейчас Мы пообщаемся Как раз таки По матчу с сборной С Дмитрием Хохловым Интервью Итак, у нас на прямой связи Заслуженный мастер спорта Чемпион России Дмитрий Валерьевич Хохлов Дмитрий Валерьевич, здравствуйте Добрый вечер Состав сборной России Уже известен Вы знаете, да? Или вам перечислить? Нет, я в дороге Как раз таки Не читал Акинфеев Васин Кутепов Кудряшов Камбаров Самедов Глушаков Зобнин Ерохин Кокорин Полос Как вы думаете Мы в два форварда сыграем Или все-таки здесь Полос будет Единственным нападающим Да? А Кокорин может сыграть Там на фланге Или там Ерохин под нападающим Кокорин полос Нападение Ну, теоретически Кокорин может сыграть И на фланге И в нападении Но я думаю, что Как раз таки Время для экспериментов Еще есть И можно попробовать И в два нападающих сыграть Можно Можно и в три центральных Да, как Допустим Черчесов уже играл В три центральных защитника Или все-таки В четыре будут играть Я думаю, что в четыре Все-таки будут играть И такой Вам вопрос Дмитрий Вот Многие уже ждут Когда же Наконец Произойдет Тот момент Когда мы Увидим очертания То есть сборная Которая не то что Чемпионат мира Да хотя бы на Кубке конфедерации Будет играть Вот когда это будет Наконец Когда уже И Черчесов Определится И мы увидим В принципе Я до этого говорил Что Сейчас повторюсь Время еще есть И Со следующего Календарного года Скорее всего Мы увидим Те очертания Сборной Наприближенные К тому Что мы В дальнейшем Должна быть То есть Вот эти два Товарищеских матча Это такая Отправная точка Получается Ну опять же Это только Мое мнение У Станислава Саламовича Понятно Есть свой план Которого он Придерживается Но мне кажется Эти два матча Еще время Для экспериментов Что касается Матча вот этого Россия-Катар Многие считают Что он вообще Не нужен Каково ваше мнение Ну почему Любой Любая товарищеская игра Контрольная игра Она нужна Прежде всего Для России И Здесь Соперники Может быть Кто-то Другого соперника Хотел бы видеть Здесь Не все так просто Не со всеми Получается договориться И Опять же Сейчас Тренинский штаб Я думаю Преследует Свои цели И будут Наигрывать Те сочетания Связи Которые Хочет видеть Поэтому Любой Любой матч Ну и Вопросы Которые приходят От наших Слушателей Вам Просят Прогноз На эту Игру Вы знаете Я Прогнозы Не даю Ну хорошо Забьет Сборная России Хочется Конечно В каждой Игре Чтобы наша Сборная Побеждала И Помимо Того Что побеждает Показывала Хорошую Содержательную Игру Которую Нравится Болельщикам Для этого И хочется Пожелать Сборной Спасибо Огромное Дмитрий Валерий Добрый вечер Это был Дмитрий Хохлов Чемпион России Так Приходят Тут вопросы Добрый вечер Игорь Кого Вы считаете Фаворитом В матче Колумбия Чили Маклауд Спрашивает Я все-таки Наверное Считаю Фаворитом В этом матче Команду Колумбии Потому что Как ни крути Чилийцы Приподнялись На пятое место Обошлись Сейчас По дополнительным Показателям Аргентину Да У тех и у других По 16 очков За счет того Что Записали Соответственно Им Победу Техническую победу Точнее Боливии Техническое поражение Со счетом 0-3 Боливийцам Да В матче Против команды Чили Потому что Там играл Футболист Который Не имел Права Играть И В общем-то Чилийцы В последних Матчах Не производили Такого впечатления Такого впечатления Команды Которая Может считаться Фаворитом В матче Против Колумбии По Аргентине Леонеля Месси Про Леонеля Месси Был вопрос Да Ну Я думаю Что он сыграет А что может Ему помешать Он вызвал Сборную Посмотрим Что касается Леонеля Месси То он Будет Играть Соответственно Против Аргентины Седьмой Матч И здесь Две победы И четыре поражения Аргентина Кстати Вот у нее Отрицательный баланс Против Бразилии Соответственно При Леонеле Месси Ну А что касается Матчей Домашних Соответственно Будут играть В Белоризонте Да На Минейрау Но здесь Наверное Большой плюс Для аргентинцев В каком плане Во-первых Я думаю Довольно много Болельщиков Приедет на эту игру Потому что Белоризонте Это юг Бразилии Это поближе Да Граница с Аргентиной С другой стороны Поговаривают Но это опять-таки Минус Наверное И для тех И для других То что Поле На стадионе Минейрау Не в лучшем состоянии Так что Посмотрим Что в итоге Там будет В этом матче Поэтому Я честно говоря Вот При той Бразилии Которую я сейчас Вижу При Тите С новым тренером Бразилия Которая уже Одержала Четыре победы Подряд Причем Такие Уверенные Да Они обыграли На выезде Эквадор Со счетом 3-0 Они опять-таки Не без труда Но дожали При преимуществе Таком солидном Колумбию Дома Разгромили Боливию Но это Сейчас только ленивый Наверное Ее не громит На своем поле Ну и одержали Победу Еще одну Победу Правда Надо уцайдерам Но все-таки На выезде На выезде Они обыграли Венесуэлу Со счетом 2-0 Так что Здесь Я опять-таки Рассматриваю В качестве Фаворита Команду Бразилии Так Бразилия Аргентина Кстати Вот посмотрим Как здесь Букмекеры Из онлайн Что говорят Тотал 2,5 Больше 2,15 Меньше 1,63 То есть Соответственно Считаю Что это будет Низовая игра Господь с вами Игорь Зачем Месси Играть против Аргентины Мне пишут А я что сказал Что против Аргентины Против Бразилии Естественно За Аргентину Против Аргентины Месси уже не сыграет Да У него если и был Такой шанс То если бы он Изначально Согласился После того Как со всем юным Прибыл в Барселону Выступать за сборную Команду Испании Что Если возвращаться Назад Я думаю Что Многие Аргентинцы Были бы против Но я уверен Что нашлись бы И такие Которые Сказали бы Да Я за За то Что Лучше бы Изначально Месси Играл за сборную Команду Испании Потому что Тогда бы Аргентина Знала Как играть Без Лионеля Месси На сегодняшний день Это совершенно Совершеннейшая Загадка Можно долго Спорить о том И говорить Что с тем же Месси Аргентина Проигрывала В финалах Но она Проигрывала Не где-нибудь А в финалах Еще раз напомним Еще раз напомню Что помимо Бразилии Аргентины Сегодня конечно же Безусловно Интерес Вызывает Матч Колумбия Чили Да С такой Россыпью Звезд И у тех И у других И в общем-то Команда Колумбии Уже давно Стала Такой статусной В южноамериканском Футболе Наверное Еще со времен Франсиско Матураны Знаменитого Тренера Колумбийцев В 90-е годы Который конечно же Сыграл Значительную роль В подъеме Колумбийского Футбола Потому что До этого Периода Наверное Если брать Конец 80-х Сборная Команда И начало 90-х Сборная Колумбии Наверное Больше была Известна В Южной Америке В мире В общем Не то чтобы Она не пользовалась Уважением По большому счету О ней многого Никто не знал Поэтому В общем-то Именно Матурана Сделал Ту Большую Команду Еще с первыми Звездами В составе Сборной Колумбии Это Рене Гитта По прозвищу Лока Сумасшедший Андрес Скобар Тот же Карлос Вальдерамо Потом уже Фредеринг Он Пришел В общем-то Можно долго Говорить о Колумбийцах И Соответственно Безусловно На сегодняшний день Это такая Статусная Команда В Южной Америке Без которой Наверное Трудно Представить Себе Соответственно Южноамериканский Футбол Что касается Товарищеского Матча Соответственно Про который Спрашивали Это Ю-21 Россия Швейцария Если я не ошибаюсь Сборная Команда России Пока выигрывает Со счетом 2-0 А Проигрывает 1-2 Да Прошу прощения Проигрывает 1-2 Команде Швейцарец Швейцарцы Два мяча забили 1-2 Проигрывает Команде Швейцарии Это Товарищеский Матч Молодежных Сборных России И Швейцарии Тут вот такие вопросы Задавали Присылайте свои вопросы На вайбер И ватсап 8-925-4-2-93-2 Также на смс-портал 55-33 В начале сообщения Солоспорт Спрашивали тут Про цены В Академии Эдуарда Мора Но Эдуард Мор Уже покинул Студию Спорт.фм Я напомню Что он сказал Что сайт есть Так что можете Просто набрать В поисковике Академии Эдуарда Мора Которая существует С 2016-го года Соответственно Ну и Там уже на сайте Непосредственно Посмотреть Как добраться Да И сколько Платить Далее Так Про сборную Россию Которая проигрывает 1-2 Я уже Говорил Нам жалуются Что исчезли Ларьки Киоски с газетами Но тут уж извините Это как-то Не в мой эфир Может быть Я как-то Честно говоря Не следил Зато есть Линзы Кола Мороженое И это в метро Кому придет в голову В час пика Это покупать Пачкать соседей Алло Москва Где пресса Вот Нам Такие вот сообщения Приходят Соответственно На эфир Но это Я уж не знаю Куда они исчезли Интересно Россия сможет Разгромить Боливию Лев спрашивает А мы посмотрим Может быть Ну не На чемпионат мира Боливийцы конечно не попадут А что касается Товарищеского матча Навряд ли бы Россия прям разгромила Боливию А на выезде В каком-нибудь Ла-Пасе Да На Высокогорье Я думаю Что там Россия Могла бы проиграть Без должной подготовки В гостях А потому что Боливия И Грандов У себя дома убирала Убирала И не раз И зачастую Как раз таки Вот Выезды в Ла-Пас Они становились Таким камнем Претновения Для Южноамериканских команд Которые изначально Считались Фаворитами Реклама Отдохни от холода и слякоти В торгово-развлекательном центре Ривьера Шоппинг И уникальные форматы развлечений Для всей семьи Кинотеатр Веревочный парк Город профессии Контактный зоопарк Батутная арена Ривьера На волне вдохновения Автозаводская 18 На третьем транспортном 0 плюс Автовладелец Не тяни резину Обой к семье Свою машину В авто 49 и БиБи Низкие цены На автомобильные шины Нашел дешевле Получи 300 процентов От разницы в цене С 16 октября По 31 декабря Акция в магазинах Авто 49 и БиБи Подробности на авто49.ру Когда живешь В безумном ритме Мегаполиса Начинаешь ценить время Время для себя и родных Для спорта и шопинга Это ваше время Ваше время Жить в комплексе Апартаментов Букинист На юго-западе Столицы Всего от 4 миллионов рублей Комплекс апартаментов Букинист От строительного концерна Крост Цените свое Время Телефон 795-08-88 Код города 495 Проектная декларация На сайте Крост.ру Не пропустите Кубок конфедерации FIFA 2017 Лучшие команды Континентов Чемпион мира Германия И сборная России Сразятся на наших полях Только по карте Виза Купить билеты на матчи Можно уже сейчас Успейте до 17 ноября 2016 года Продажа билетов Через сайт FIFA.com Только лицам старше 18 лет Продавец ООО Чемпионат мира FIFA 2018 Бронирование билетов Москва Улица Народная 7 Виза International Service Association Всемирный партнер FIFA Новости О которых мы говорим вам прямо Audi Q5 Quattro От 2 млн. 215 тыс. рублей Audi A5 Coupé Quattro От 2 млн. 380 тыс. рублей Audi A6 От 2 млн. 390 тыс. рублей Ждем вас в дилерских центрах Для знакомства с миром Ауди Решайтесь Предложение ограничено Подробности на audi.ru Все будет Ауди Мир бокса представляет 3 декабря Арена Мегаспорт на Ходынке Бой за звание чемпиона мира По версиям WBA и IBF Денис Лебедев против Мурата Гасиева Билеты на сайте по номиналу.ру По телефону 8495-228-2080 12+. Утконос.ру Онлайн гипермаркет Всем пришла онлайн цена Бумага папе 4 рулона 16 рублей Гель для стирки персил 1,5 литра 16 рублей 16 лет Онлайн гипермаркету Утконос.ру Новый импульс 50 Москва Улица Клара Цеткин 2 3 строение 1 ОГН 104-779-637-90-80 Не просто бурить скважиной Глубиной в километры Зато эти километры Легко проехать Заправившись на ближайший АЗС Статнефть Чтобы построить Ультрасовременный Нефтеперерабатывающий завод Уходит годы Зато на годы вперед Мы уверены в качестве Нашего уникального топлива Танека АЗС Статнефть Заправляем с уверенностью Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Какая минута там Длина затора Около 4,5 километров Спорт-ФМ 100% футбола Всем добрейшего вечера Меня зовут Игорь Катманов Это программа 100% футбола Обращусь я к вашим сообщениям На Вайбер Скажите пожалуйста Будут ли показывать матч Бразилии-Аргентина По общедоступному телевидению Григорий Из Тамбова Спрашивает Григорий Будут Но Телевидение-то общедоступное Но время не общедоступное 2 часа 45 минут Ночи По московскому времени Так что если У вас есть возможность Выспаться Завтра Тогда Пожалуйста Смотрите Кстати Колумбия-Чили Тоже будут Показывать Кто на ваш взгляд Выйдет на чемпионат мира Из Южной Америки Возможно ли сенсации Вроде не выхода Бразилии Или Аргентины Сенсации Возможно Но я думаю Что бразильцы выйдут Точно Уругвай Выйдет Точно Скорее всего Надеюсь Во всяком случае На это Во всяком случае 8 туров до конца Кстати Надеюсь И на Колумбию Надеюсь Конечно И на Аргентину Что Аргентина выйдет Хотя у нее ближайший Календарь непростой Это Бразилия В гостях Это Колумбия Пускай и дома Тоже непростой соперник Но у них Полегче будет Календарь в концовке Я могу сказать Кто точно не выйдет На мой взгляд Ну Памятное дело Венесуэла Боливия Не выйдут Скорее всего Перуанцы Хотя посмотрим Как сегодня Они с Парагваем Сыграют Если выиграют На выезде Но это будет Очень тяжело Да У них будет 14 очков Ну Я думаю Тут Заруба будет страшная Между Эквадором Колумби Чили Парагваем Аргентина Опять таки Подвисла Как я уже сказал В общем Будет все Весьма И весьма Интересно Но я честно говоря С трудом Себе представляю Чемпионат мира Без Команды Аргентина Вот Откровенно говоря Хочу сделать Ставку Экспресс Колумби Чили Победа Второй Парагвай Перу Победа Первой Бразилия Аргентина Победа Первой С учетом того Что во всех матчах Тотал больше Двух с половиной И есть риск Но Пишет нам Маклаун Риск Серьезный Ну давайте Послушаем Что Говорит о матче Бразилии Аргентина А мы хороший Товарищ Журналист Матч ТВ Дмитрий Савин Прямая речь Пожалуй Впервые За долгое-долгое время В общем матч Есть очевидный фаворит И это не Аргентин Это Бразилия Потому что Смена тренера Тита Пришел Вместо Дунги Это конечно благотворно Очень повлияло На настроение На игру Прежде всего Бразильскую Ладно бы это Но вот У Аргентины Как раз Все сочется Да наоборот Я считаю до сих пор Ошибкой То что после Копа Америка Вот сентенари Летним Герардо Мартин Ушел И пришел Эдгардо Бауса Бауса Известный тренер В принципе Конечно Много что выигравший И выигравший В частности Кубок Либертадорос И с такой командой Как Алдул Кит Это действительно Очень серьезное достижение Тем не менее Тренировать клуб Допустим Не самого высокого ранга В Южной Америке И сборную Национальную Аргентины Это разные вещи Потому что Борн Аргентины Очень много Конечно Зависит не только От игры Еще от того Как футболисты Себя ощущают В этой команде Такое ощущение Что все футболисты Ну многие По крайней мере Сейчас не представляют С собой единое целое Это какая-то группа Отдельных игроков Даже несколько групп И в общем Они борются Не столько даже С соперниками Сколько борются С самим собой И при всем при том Баусе нужно строить Какую-то игру Ведь не может тренер Прийти и Искать играть Как играли Он играет В общем Своим лекалом И видно Вот пока не получается Но Аргентина В общем какая ситуация Им проигрывать Очень сложно сейчас Потому что Таблицы они На данную секунду Не попадают Не то что напрямую Они не занимают Даже пятое место Если я не ошибаюсь Которое дает право Сыграть в стыках В общем конечно Ничего пока кассерфического Нету Потому что игр еще много Тем не менее Каждое поражение Оно вот все больше И больше влияет На самооценку игроков Потому что каждый По отдельности Мы не будем конечно Сомневаться Что допустим Угуаин Это очень хороший нападающий Но и Угуаин Играющий в Италии В Ювентусе До этого в Наполе И в сборной Разный В общем-то футболист С замечающим исключением То есть мы можем вспомнить По пальцам одной руки Перечислить фрагменты Вот настоящего Игуаина в сборной Или допустим Тот же Димари Который борется с травмами Или Маскерана Который в общем-то Мне кажется Свой пик уже давным-давно прошел Наймает такую позицию На поле Которая требует Максимума В каждом эпизоде Защитники Вратарь В общем Каждого игрока Мы можем брать И находить Что в сборной Он пока хуже И сильно хуже Или несколько хуже Неважно Вот Но главное Это конечно Месси Потому что Все-таки Тут надо учиться Один момент Месси Если сыграет Это одна Аргентина Как это не банально звучит Месси не сыграет Это другая Аргентина Давно такого не было Чтобы сборная Аргентины Вот так вот зависела Ну понятно Что Месси суперзвезда Понятно Что вся игра Когда он на поле Скинулся через него Но давно такого не было Чтобы команда Аргентина Зависела вот так уж сильно От игрок Ну собственно Со времен Марадона Такого не было И если мы вспомним Те времена И вспомним И посмотрим на нынешние Ну примерно Все то же самое Как в начале 90-х Когда Марадон Уже был подвержен Травмам очень серьезным Когда были другие проблемы Когда он выходил на поле Но это была одна команда В какой-то форме Не находился Без него Это была другая команда Поэтому Здесь конечно Очень важный фактор Сыграет Месси Он скорее всего сыграет Это первое И второе В каком он состоянии Потому что понятно Что за Барселону Вот он опять вышел Сыграл Сделал результат Матча с Сивили Потому что Сивили Ну на мой взгляд Играла лучше Чем Барселона Но в ее составе Нет Месси Месси она проиграла Собственно Так что здесь Вот как он сбор Если он так же Будет себя чувствовать Как вот неделю назад Матч с Сивили Это будет в общем-то Один результат Если что-то пойдет Опять не так Ну потому что очень сложно С лифта даже Такому футболисту От Месси Вливаться в команду Она несколько матчей Без него провела И выглядела очень тускло Продолжаю в общем-то Так свое мнение Что вот смена тренера Аргентинцам не пошла На пользу А вот бразильцы Совсем наоборот Потому что Тита как раз пришел И расслабил команду То есть набор игроков Замечательный Но этим надо было Воспользоваться И вести молодежь Мы все время Последние годы Говорили что Бразилия сильно зависима От Неймара Ну собственно Как Аргентин От Месси Тем не менее Если мы посмотрим Сейчас какой Сильной зависимости У Титы У бразильской команды Вот выбросать Тита Нету Есть футболисты В группе атаки Которые могут взять На себя игру И сделать результат И самостоятельно И главное Они играют коллективно Это в первую очередь Бросается в глаза Вот у этого вся разница Что в Бразилии Это все-таки команда Которая вот неожиданно Лично для меня Так вот слепилась За последние три месяца Это очень мало И вот за такой короткий Отрезок удалось сделать У Аргентины Этого нет и в помине Группа атаки Впечатляет прежде всего У бразильцев Ну конечно же Габриэль Жизус Это безусловно Это Филиппе Каутиньо Тут вопросов нет Каутиньо ведет игру Есть Вильян Который в хорошей В отличной Я бы даже сказал форме Вот кстати Еще какая разница Между аргентинцами И бразильцами Бразильцы Да Вот те которые В частности в группе атаки У них сейчас собраны Они в сборной Смотрятся лучше В отличие от Аргентиньо Насколько Тито психолог Насколько он умеет За короткий промежуток времени Во-первых поставить игру Которая приносит результат Первое Не будем мы в общем-то В Ирику вдаваться И говорить что радует глаз И так далее Просто приносит результат Но при этом они еще играют Эффектно Группа Каутиньо Пожалуй единственная Которая ну наверное И в сборной И в клубе сейчас Играет в один футбол Примерно уровень Мы берем Остальные все-таки В клубах смотрятся похуже Что касается обороны То удивительно И Давид Луис И Филиппе Луис И Даня Алвис И Маркиньос Они смотрятся В разы сильнее Именно приезжая в сборную Тоже очень серьезное отличие Между сегодняшними соперниками Аргентинцы этим похвастать не могут Мы говорим про Месси Мы все время Тряшим вокруг Месси Но повторюсь У Бразилии Такая зависимость от Неймара Вот на данный отрезок Мы не знаем Что будет там через полгода Потому что в Южной Америке Все очень скоротечно Допустим проиграет Бразилия Несколько матчей Ну вдруг И Тито может отправиться в отставку Но на данный момент Бразилии конечно Именно по игре В Литине По именам Нет По именам Они сопоставимые соперники И в пользу Аргентины Может сработать то Что конечно же Повторюсь В Месси они играют Несколько иначе Ну это вот какой-то Парадоксальный момент Он может взять мяч Он может сделать гол из ничего Но единственное что Мне не очень понятна позиция Его по отношению Допустим Вот к этому известному Скандалу Сикарди Ну как скандалу То есть Ты в общем-то человек Который Помимо игры Определяешь еще микрофильм От раздевалки в команде Конечно спору нет Икарди Его шлейф Вот этих скандальных вещей Начиная от увода жены У Макси Лопеса Заканчивая этими Последними вещами С болельщиками Это плохо Но игрок-то он Замечательный Отвечать этого не будем А у Аргентины Сейчас проблема Именно в завершении То есть команда Даже в плохой ситуации Хорошие игроки В плохой форме Могут создать Один, два, три эпизода Мы видим что Иглаин эти эпизоды Запарывает из матча в матч Не уверен что Икарди будет забивать Но попробовать Человеком можно было бы А когда Месси На правах капитана Даже не играя Не находясь в команде А просто залечивая травму Из-за океана Присылает месседж тренеру Что вот по его мнению Я не знаю Это правда или нет Но если это правда Что я бы не хотел Чтобы этот футболист Был в команде Но это неправильно И опять-таки История подсказывает Иногда что такие вещи В Аргентине В сборной Получались недовольно часто Ну известный случай Когда Маразон был Категорически против На чемпионате мира 86 Присутствия Пасареллы Это была ошибка Стояли группы игроков И Маразон сумел Но он сумел Аргументированно Как ни странно Аргументированно Доказать Что он в этой ситуации прав А Пасарелла Вот такой же у него был шлейф И тоже у вас жены Кстати говоря Но он в общем-то Пасарелла избавился Аргентина выиграла чемпионат мира Кто знает Может быть вот эта вот Уверенность Месси Что он прав Что он делает праведное дело Что таким образом Он не то что воспитывает Игрока молодого А в общем-то показывает Что плохим людям В команде не место Возможно Это сыграет долгую Что называется И это принесет То есть игроки посмотрят Увидят что их сильный лидер Капитан Ну собственно это так понятно Просто всегда вызывали вопросы Лидерские качества Месси Не на поле имеется ввиду А вот по жизни Ну вот возможно сейчас Какой перелом Случился у человека Это и внешний вид его показывает И все остальное Возможно сейчас он Несколько по-виному Оценивает поступки На которые не обращал внимания Лет 5-6 назад Кто знает И возможно это сыграет в долгую Но Аргентине нужно попасть На чемпионат мира Там-то уже будут другие вещи И раздастся игроками Хорошими Да Наверное не стоит Побор все-таки исполнителей впереди По сути конечно Аргентина Может сыграть Имея Месси И без нападающих Вопросов нет Сложный 9-й год Но всегда зависеть от человека Который все С каждым месяцем Годом Все сильнее и сильнее Подвержен болячкам Ну я бы не стал так Все-таки это очень большой риск Напороться на какой-то случай В Бразилии На данный момент Уточнивая все Вот это вот сказанное Мне представляется Фаворитом Именно с точки зрения того Что у него А. Микроклимат сильнее Лучше Б. У него поставлена Лучшая игра Именно в атаке И все Что Ките Лучший психолог Нежели чем Этгарда Бауса Лучший не постановщик игры Потому что за 3 месяца Это понять сложно А именно психолог Влияющий на игроков Минус 20 градусов И ниже Температура Эта встреча Она запланирована На 19 ноября А сразу ее нельзя было В Грозном запланировать? Вот это другой вопрос Но это так же Как и к матчу со Спартаком Когда играли При минус 13 И почему вообще Составляли такой карендарь Когда у Томи 4 матча домашних В ноябре Не очень понятно Вот Но тем не менее Алханов сообщил Что клубы между собой Договорились Томи не против Переноса игры А теперь Остается клубам Ждать только решение РФП Ну я надеюсь один матч В Грозном сыграют А не оба Нет Ну матч второго круга Соответственно проведут В Томске Я просто думаю Может они договорились Два матча в Грозном провести Кто их знает Нет-нет-нет Один Нигерийский нападающий Годвин Обаджи Находящийся на просмотре В Спартаке Попал в число претендентов На звание Лучшего игрока Своей страны Текущего года 19-летний футболист Уступающий За клуб Вики Турист В прошлом сезоне С 18 Уголами Стал лучшим бомбардиром Чемпионата Нигерии Где ты это взял В смысле Где я это взял Новости Это на разных Новостных порталах Также на эту награду Будут претендовать Нападающий Манчестер Сити Келечо Ихианачо И полузащитник Энугу Рейнджерс Чисом Экбучулам Победитель будет выбран Народным голосованием Что-то Как-то не густо Да Сейчас Получается С Нигерийскими нападающими Футболистами С нигерийскими футболистами Да Подожди А Оби Микел Там условно говоря Да вот я тоже удивился Когда эту новость увидел Ну Может быть он В числе Этих нападающих А В числе там 55 нападающих Нигерийских Тем не менее Тем не менее Он играет-то вообще В какой-то команде Там Туристы Или как она называется Вики Турист Да Вики Турист Из Википедии Туристы из Википедии Вики Турист Да Также сегодня стало известно Что бывший нападающий Сборной Германии Мирослав Клоза Вошел в тренерский штаб Национальной команды И теперь будет помогать Иохиму Леву Напомню что 38-летний футболист Завершил карьеру И начал обучение По индивидуальной программе Подготовки тренеров Ну и о баскетболе Пару слов Руководство Локомотива Кубани Недовольно работой Главного тренера Фотиса Кацикариса И может отправить его В отставку Об этом сообщает Известие Последний шанс Хоккей Завершился еще один матч В регулярном чемпионате Авангард Разгромил на своем льду Сочи 4-0 В эти минуты продолжается Еще 4 матча Текущие результаты Металлург Магнитогорск Акбарс 2-2 Салават Юлайф Нефтехимик 3-1 Борис Слован 4-1 Трактор Лада 1-1 Во всех матчах Идут Третьи периоды Спасибо большое Это был Дмитрий Томниковский С последними новостями Спорт-ФМ 100% футбола Ну а я напоминаю Что продолжается Наш опрос Точнее он уже заканчивается Да Постепенно мы подводим Итоги Вот этого опроса Итоги эти К сожалению Неутешительные Потому что Практически 46% Наших респондентов Наших слушателей На вопрос Будете ли вы Смотреть матч Катар-Россия Ответили Нет Мне такие матчи Не очень интересны 46% Да Чуть более 39% Соответственно Ответили Да Всегда слежу за сборной И Соответственно Около 15% А эта цифра Между прочим Растет Эти люди Будут слушать Эфер Любимого Спорт-ФМ Ну печально Да Потому что Все-таки Наша аудитория Это Люди Неравнодушные К спорту И даже Они Неравнодушные К спорту Большинство Из них Считают Что в общем-то Этот матч Не стоит Того Чтобы За ним Наблюдать Хотя Мне кажется Что Весьма Любопытной Может получиться Игра Во всяком случае Скорее всего Сборная России Ну должна Забивать уж Такому сопернику Как Катар Наверняка Ну и посмотрим Что из себя Вообще Представляет Там стадион Поле В Катаре Ведь Катар Это Страна Которая будет Совсем скоро Принимать Чемпионат Мира Ну как Совсем скоро Да Не совсем скоро Но конечно Если не отнимут В 2022 году Они бы еще В три дня Начали Просто Некоторые Только Работать Заканчивают Вот Нам пишут Такие сообщения По поводу того Что в 19 часов Катар И Россия Начинают играть Ну это ж Я не знаю По какой Причине Начинают играть 19 часов Я думаю Что здесь Соответственно Музыку Наверное Хозяева Получается Заказывают Да Футболисты Катара Команда На Хорхе Фосатти Напомню Что именно Уругвайц Возглавляет Катар И там кстати Даже в сборной Катара По моему Если я не ошибаюсь Есть Один Натурализованный Футболист Уругвайский Который выступает За сборную Команду Катара Много Довольно таки Товарищеских Матчей Состоится В ближайшее Время Ну и Естественно Отборочных Матчей В том числе Большое внимание Конечно же Ну так По Именам По вывескам Да скажем так В Европе Матчи конечно Не самые Громкие Ну а Наверное Вот из Всего этого Небогатого Выбора Наибольшее Внимание Привлекает Конечно же Матч Англия Шотландия Прежде всего Своей историей Именно Историей Да Противостояния Англичан и шотландцев Понятное дело Что сейчас Сборная команда Шотландии Которая уже давным Давно не Выступала на чемпионатах мира Если мне не изменяет память Последний раз В 1998 году Во Франции Сборная Шотландии Играла на чемпионатах мира Но все таки Для шотландцев Конечно же Сборная Англии Это в любом случае Соперник Крайне Крайне Принципиальный Действительно Это такое Настоящее Дерби Британское Дерби Англия Против Шотландии Со своей Атмосферой Со своими Проблемами Я про Не говорю уже Да Про Соответственно Шотландский Футбол Который где-то там Уже Давным-давно Погряз внизу На самом дне Футбола европейского У англичан Также Очень-очень Серьезные проблемы И Посмотрим еще Кто Во-первых Привезет сборную Англии На чемпионат мира В Россию Да Под руководством Какого тренера Она Прибудет В 2018 Году А то что она Прибудет В этом я Честно говоря Совершенно Не сомневаюсь Спасибо всем огромное С вами был Игорь Катманов Удачи До новых встреч Слушайте программу 100% футбола Ну естественно Слушайте вообще Спорт.фм И Завтра В программе 100% футбола Я буду не один Я буду с Нобелем Арустамянов Всем пока Реклама Ух ты Жилой комплекс Баркли Медовая долина Дарит скидку 7% Квартиры От миллиона Восьмисот Новая Москва 40 минут До центра столицы 933-400 Существует Дед Мороз Или нет Главное Получить Новогодние подарки Скидки Противопоказания Необходимо Проконсультироваться Со специалистом Внуково Шоссе Шоссе Восьмой километр От МКАД Все Мне все Надоело Я от тебя Ухожу Ну и уходи Хо Да ты же без меня Пропадешь Да кто тебя Кормить будет Мне Доминос Будет готовить Они доставляют Быстрее Чем ты готовишь У них доставка Всего 30 минут Пожалуйста Ваша пицца Ммм Так вкусно пахнет Я тогда До завтра уеду Доминос Закажи две пиццы Получи еще одну В подарок Доминос.ру ООО Пицца Ресторанс Москва Улица Горбунова Дом 2 Стояние 3 Помещение 2 Комната 4 УГРН 112 774 718 8909 Спорткарцентр Крупнейший дилерский центр Порше Финиш 2016 года Идем На рекорд Цифры Решают Все Предложение Ограничено Спорткарцентр 495 249 11 11 И вы думаете Что люди Станут гоняться За нарисованными Японскими существами По всему городу? С нами вы бы лучше Понимали К чему могут привести Происходящие Вокруг события Газета РУ Поступай по новости 18 плюс Ассортимент Размах Простор Открыт на прежнем месте Для столицы Огромнейший Каширский двор И вся Москва Туда Стремиться Открылся новый Крупнейший в Москве Торговый комплекс Каширский двор В ноябре В честь открытия Скидки до 50% Каширское шоссе 19 Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Я Журова Светлана Вы слушайте Субтитры создавал DimaTorzok